Сегодня глава региона находится в Москве. Он принимает участие в итоговом заседании Министерства энергетики России под председательством Александра Новака. Ведомство подведет итоги работы за 2018 год и расставит приоритеты деятельности на текущей. В совещании участвуют представители федеральных органов власти, руководители субъектов, компаний топливно-энергетического комплекса. Число безработных граждан в республике только за прошлый год уменьшилось на 20%. Это один из главных результатов трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Как реализуются соглашения о партнерстве, обсудили в Доме правительства на расширенном заседании. Подробности у Дмитрия Ковалева. Трехсторонняя комиссия по социально-трудовым отношениям – это кооперация правительства, работодателей и профсоюзов. Соглашение об их взаимодействии действует до конца этого года. Особое внимание в задолженности по заработной плате Министерством труда и социальной защиты совместно с Государственной инспекцией по труду и прокуратуре по Чувашской республике проводится еженедельный мониторинг. Выявляется наличие нарушений в сфере оплаты труда, анализируются причины невыплаты. Ключевая задача комиссии – содействие в занятости. Так, в прошлом году в республике трудоустроили свыше 85% соискателей работы. По этому показателю регион занимает второе место по России. В рамках этого соглашения принимается мера по обеспечению стабильной и эффективной занятости населения, по обеспечению права работников на достойный труд, повышение конкурентной способности нашей экономики. Содействие занятости – приоритетная статья расходов, отметил глава региона. Только в этом году на реализацию программы с бюджета республики было выделено более 600 миллионов рублей. С учетом тех принятых решений, в соответствии с поручением президента, эти социальные выплаты тоже будут увеличиваться, но все равно они не такие высокие. Поэтому наша задача – создавать новые производства, открывать их, создавать и трудоустраивать наших молодых специалистов, которые соответствуют по компетенции. Более двух тысяч вакансий в этом году открываются в концерне тракторные заводы. Тракторный завод пережил самые тяжелые и сложные времена, я это тоже могу ответственно сказать. Бенефициар новый – это в лице Трансмарш-холдинга, Ростеха – это государственная корпорация. В этом году заказы уже новые появились. По всем четырем площадкам работа дальнейшая будет проводиться. Крайне важная задача – привлечь инвестиции. В правительстве региона для поддержки предпринимателей создают новые механизмы. Если это внешний инвестор, то исследуются размеры потребительского рынка, динамика развития потребительского рынка и благовариатная предпринимательская среда. По центрам торгово-промышленной палаты предприниматели отмечают, что инвестиционный клиент в целом у нас действительно улучшился в последние годы. Здесь вот все-таки нужно сосредоточить организации, которые работают в этом направлении. Фонд промышленности, корпорация, на поиск потенциальных реестов. За привлечение инвестиций теперь отвечают и главы муниципалитетов. Прорывные проекты необходимы каждому району. Такую задачу поставил Михаил Игнатьев, Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин